Идет эпидемия гриппа по стране, по краю, ну уже по району, видимо. Вот какова ситуация на сегодняшний день? Ну на сегодняшний день всех волнует эта заболеваемость. И на самом деле она по Красноярскому краю уже превысила эпидемический порог. Что касается Шушенского района, то мы тоже на пятой неделе превысили эпид-порог и достигли уже 92,4%. Заболеваемость регистрируется как среди детского населения, так и взрослого. Но на пятой неделе у нас произошел рост эпид-порога только за счет взрослого населения. А детское население пока идет как бы на уровне. Вообще наш нормальный эпид-порог в настоящее время это 76 заболеваний. На сегодняшний день он у нас составляет 146,2 на 10 тысяч населения. Ввиду того, что у нас превышен эпид-порог, служба Роспотребнадзора и администрация района нам выдали распоряжение о введении противоэпидемических мероприятий во время сезонного подъема гриппа, который мы в настоящее время выполняем. Что это такое? Это в лечебно-профилактических учреждениях наложен карантин, усилен дезинфицирующий раствор, режим проветривания, режим обработки воздуха, запрещены свидания родственников с пациентами за исключением тяжелобольных и по разрешению врачей, специалистов. Введен масочный режим обязательный для медицинских работников. Что касается больных пациентов, то больше всего мы им рекомендуем во всех памятках и при проведении разъяснительной работы, чтобы такие больные все-таки вызывали врачей на дом. Это как бы для медицинских работников и оказание помощи как бы более проще. И больные люди уже не встречаются со здоровыми людьми в лечебных учреждениях и не инфицируют их. Но, тем не менее, все-таки больные поступают к нам в лечебные учреждения и на приемы в поликлинику. Ввиду этого во взрослой поликлинике у нас организован отдельный кабинет приема для больных гриппом и рвы. И это нам дает то, что больные пациенты у нас не заражают здоровых пациентов, раздельный прием. И для нас, для них это удобно. Там они пройдут и без очереди, как бы побыстрее вот эта очередь продвинется и окажут им помощь. В настоящее время вот грипп, тот, который мы ожидаем, о котором так много говорим, это свиной грипп H1N1. Но он опасен осложнениями. Почему? Потому что обычный сезонный грипп, он как бы вызывает осложнения на пятый, на седьмой день. Может вызвать осложнения. Не всегда он вызовет осложнения. А вот этот грипп, он может вызвать осложнения уже на второй, на третий день. И клиническая картина у него протекает как бы тяжелее. Он может уже на второй день, форма развиться тяжелая, если не лечиться. Мы давали рекомендации и в местной печати, и на телевидении уже. И тем не менее, хотелось бы повторить, что нужно населению делать, если вдруг они заболели. Первое, во-первых, вызвать врача на дом, не заниматься самолечением, а только по назначению врачей-специалистов. Ну, носить маски, если они заболели, для того, чтобы, по возможности, если они могут носить маски, для того, чтобы ограничить контакт с родственниками, те, которые живут в одной квартире. Выделить отдельную посуду для приема пищи. Ну, а если все-таки пациент требует ухода, то рекомендовано одному пациенту, одному родственнику ухаживать за больным пациентом. Ну, и что касается здоровых, не заболевших еще людей, то им рекомендовано не посещать массовые места, одеть маску. Ну, что еще, соблюдать респираторный этикет, мыть чаще руки, потому что мытье рук, это является вообще при всех инфекционных заболеваниях, в том числе воздушно-капельных, средством профилактики, мерой профилактики заболеваний, как воздушно-капельных, так и желудочно-кишечных заболеваний. Заниматься здоровым образом жизни, питание, особенно белковые, витамины, прогулки на свежем воздухе, ну и поменьше контакта с больными.